Это не просто красные мазки на синем фоне. Уродливая зубастая крыса на кривых лапах шагает по миру, воплощая в себе эмоции людей в период пандемии. Экспрессия полотен Стрельбицкой порой действительно дика. Нарочитые упрощение цвета, формы яркости. Более 20 подобных живописных полотен разместили в Художественном музее города. Провести выставку в Самаре Таня решила не случайно. Мне хотелось бы представить моей любимой Самарии, потому что я годно весной здесь была и просто влюбилась в эти стены, в этот город, клянусь просто. Это не потому, что, знаете, реверансы такие, а город давайте. Нет, я мечтала сюда попасть и получилось так, что попало. Художественные полотна Тани Стрельбицкой объединились работами известного скульптора Владимира Амадео. Итальянец по происхождению практически всю жизнь прожил в России. В 30-е годы 20 века отец скульптора, итальянский коммунист, эмигрировал в Москву и неожиданно остался. Я на самом деле наполовину итальянец, на вторую половину я иранец. А тоже коммунист. Владимир Амадео известен как мастер преимущественно женских сюрреалистических скульптур. Именно простота и открытость образа, считает художник, наполняет его работы глубоким смыслом. Мастер говорит, женщину можно и нужно изображать просто, без лишних деталей. Она будет прекрасна всегда. И вовсе не обязательно соблюдать популярные пропорции 90-60-90. По мнению скульптора, намного эстетичнее смотрятся дамы в теле. Я люблю женщин, но мне просто женщин больше нравятся. Их просто удобнее, приятнее иметь. Это мое настроение, это мои мысли, мои какие-то переживания внутренние. Но я надеюсь, что они как-то перекликаются со зрителем. Отклик в сердцах зрителей мыслей и переживаний автора действительно нашли. Особенно восхитило то, что все бронзовые работы без лица. Задумка специальная. Ведь когда создаешь лицо, рассказывает художник, люди смотрят только на него. А так видны и пластика, и движения, похожие на танец. Женщина с короной, она топчет лица. Это очень глубинная мысль такая человека. Хочется подумать, что хотел сказать этот автор. Чьи это лица? Это мужчина? Это просто люди? Искусство художника-живописца Таня Стрельбицкая и скульптора Владимира Амадео неотделимо от феномена театра-инсталляции, сценических пространств и артистического поведения. Проект «Поиски равновесия» открыл новую природу современного художественного творчества. Посмотреть на работы известных мастеров можно, посетив Художественный музей Самары. Ольга Павлова, Николай Сидоров. События. Субтитры создавал DimaTorzok